Черногорцы в шоке от новых платёжек за отопление. С нового года у горожан суммы выросли чуть ли не в два раза. Платила всегда всё вместе – три тысячи. А сейчас у меня семь с лишним вышло. Оборзевшие до невозможности. Это уже враги народа, больше никак не назовёшь. Просто с людей берут деньги. Получается так. Ни за что. Естественно, понятно возмущение людей. Смотрите, сколько женщин пожилых. Они же все на лекарствах сидят. Большая часть денег уходит на лекарства, на ЖКХ. А на прожитие остаётся совсем немножко. Поэтому кому это понравится? Никому. В СГК стоят на своём. Виновата морозная погода, поэтому существенно вырос объём потребления тепла. Специалисты добавляют, повлиял и декабрьский федеральный рост тарифов. Тарифы тоже выросли. Это не новость, это не первый раз. Это происходит ежегодно. Но тут не такие большие суммы, чтобы рассматривать их, как прям в целом увеличение, как вы говорите, в два раза начисления и так далее. О взлетевшее платье за тепло сегодня говорят не только на кухнях. Проблемой озаботился Верховный Совет ХКС. На последней сессии от обсуждений было жарко. Каких только предложений не прозвучало. И провести публичные слушания, и пересмотреть тарифы не обошлось и без претензий. Мол, куда смотрит профильный комитет регионального правительства? Кричали больше всех, задавали вопросы глупее всех. Я вот проанализировал и смотрел, как прошла сессия. Вопросы относятся абсолютно не к тому, почему у нас это происходит. То ли люди не понимают, то ли просто пытаются какие-то очки себе заработать на проблеме именно населения. Именно в этот тяжелый, в том числе для региона и для страны, время. Заявление весьма неожиданное, если не разобраться в сути вопроса. Уже год как Абакан, Черногорск и Усть-Абакан стали особыми ценовыми зонами теплоснабжения. Это значит, что цена, по которой тепловая энергия отпускается для потребителей, определяется по соглашению двумя сторонами – муниципалитетами и СГК. Проект получил название «Альтернативная котельная». Правительство не регулирует эти все тарифы. Я еще раз напоминаю, кто заключил соглашение – мэр Абакана, мэр Черногорска и поселка Усть-Абакан. Это они заключили соглашение в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации и Абаканская ТЭЦ. Почему сегодня депутаты делают удивленные лица, непонятно. Еще в 2021-м председатель Госкомитета Манук Данданьян по поводу «Альтернативной котельной» вынес отрицательное заключение и предупреждал о росте тарифа. В ответ Верховный Совет просто принял информацию к сведению. Мы об этом и говорили в своем отказе в переходе, когда мы были против этого. Сколько в адрес Манука Данданьяна было критики, что душит город и не дают развиваться. А сегодня та же Абаканская мэрия судится с СГК. Позиция Алексея Люмина – с декабря повышение цены на тепло должно было составить 8%. Однако монополист поднял сразу на 11%. Взяли, произвольно увеличили цены на 60-70% тарифа. Это что такое? Где директор ТЭЦ, хозяин этого монопольного тепла? Где он? Депутат Верховного Совета. Оплошкин. Вопрос резонный. А где депутат Андрей Оплошкин? Член Единой России мог с трибуны или хотя бы внутри своей партийной фракции объяснить тарифы образования. Но он сменил место работы. Уехал в Новосибирск, возглавив там филиал СГК. Кстати, в телеграм-каналах обсуждается новость, что в условиях спецоперации Андрей Оплошкин запланировал со своей семьей тур на Мальдивы, чтобы в райском местечке отметить юбилей супруги. То есть главный по теплу в Сибири уехал за теплом на побережье Индийского океана. На той самой сессии депутаты приняли постановление до 1 марта проанализировать причины повышения, обратиться в прокуратуру, чтобы надзорники дали оценку действиям СГК. Но только спрашивать о росте платежей жителям надо персонально. С мэра Абакана Алексея Лёмина, мэра Черногорска Василия Белоногова и главы Усть-Абакана Нины Леонченко, заключивших соглашение. Пока тоже не уехали на моря.